на прошлых выходных состоялся глобальный саммит мира где украина собирала союзников россия старалась разными способами сорвать эту встречу или заставить другие страны бойкотировать ее почему это важное событие и почему саммит мира пока не закончил войну давайте разбираться в этом видео 15 и 16 июня в швейцарии прошел первый саммит мира для украины на него собрались представители более чем 90 стран и больше десятка международных институций среди стран которые поддержали финальное заявление были даже такие условные скептики как сербия и венгрия россию на саммит не позвали потому что это пока не место для прямых переговоров хотя в будущем судя по заявлениям саммит может стать такой площадкой интересно что за несколько недель до встречи рф и и союзники стали пытаться срывать сами сначала китай шантажировал всех своим участием потом были попытки продвинуть альтернативную украинскому мирному плану повестку которая выгодна россии а перед самим стартом встречи владимир путин сделал заявление о возможности полного прекращения огня о том что эта манипуляция говорят неподъемные условия которые путин предлагал для завершения войны по сути это те же тезисы с которыми он начинал полномасштабное вторжение только еще более масштабированное а именно вывести украинскую армию с подконтрольных запорожской и херсонской областей что означает фактически отдать эти регионы отказаться от вступления в нато сократить армию и так далее предложение президента рф прозвучали как истерика кстати именно так их и восприняли главы разных стран союзниц украины заявления на саммите звучали очень острые хоть в финальном документе никаких сюрпризов особо не было если коротко поддержка будет продолжаться пока самое главное что украине удалось собрать очень широкую коалицию хоть и без части важных государств таких как китай и большинство стран африки если вы ждали от этого саммита мира новостей об окончании войны то разочаровываться рано обсуждение условия окончания войны и не предполагалось как и прямых переговоров между сторонами а вот на вторую встречу россию уже собираются пригласить предварительно она состоится осенью и там уже возможны первые шаги к прямым переговорам о завершении войны партнеры хотят чтобы эта встреча прошла еще до выборов президента сша при этом по свежим данным от социологов больше половины украинцев не готовы к компромиссам с россией поэтому мы будем дальше следить за повесткой чтобы рассказывать самое важное если это видео было вам интересным или полезным подписывайтесь на канал реальный газет а